У нас с вами сегодня первое занятие по хатха-йоге. Хатха – луна, солнце, соединение, казалось бы, несоединимого. Йога. Йога – это путь к Богу. Вот так в режиме онлайн урайские пенсионеры приобщаются к древней индийской культуре. Курс антивозрастной хатха-йоги ведет врач-специалист Наталья Орлова. Она уверена, что медитация и асаны оказывают благотворное воздействие на людей любого возраста, в том числе и на тех, кому за 60. Йога – это уникальный дар Бога, который позволяет сохранить здоровье, но самое главное – йога позволяет повернуть время. Есть такие положения в йоге, которые, как они образно говорят, река времени течет вспять. В хатха-йоге пожилого возраста нет тех асан, трудных к исполнению, которые может сделать молодой человек. Но в йоге главное – ток энергии. Пожилые приверженцы йоги получают инструкции и упражнения в мессенджерах или на электронную почту. Вдох, через стороны вниз, выдох, наклоны к правой ноге, левую ногу подворачиваем под себя, руки вверх, поворачиваемся, наклоняемся. Недавно с анти-эйдж-йогой познакомилась и Галина Беляева. Теперь ее утро начинается необычно с пением мантр. Особенность возрастной йоги в том, чтобы не торопиться, слушать свое тело и никогда не рисковать. Здесь не используют стойки на голове и вообще позы, где голова находится внизу. Чаще практикуются асаны стоя, сидя или лежа. После занятия йогой я чувствую себя прекрасно. Давление нормализовалось, такая легкость наступила, что-то хочется делать. Ну, в общем, все хорошо. Я всем желаю, предлагаю, чтобы занимались по утрам физкультурой и этой же йогой. Пока в югре действует режим самоизоляции, домашние занятия йогой – это отличный способ. Поддержать свое здоровье и разнообразить досуг, считает Галина Беляева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!